В России тоже тяжело. Массовая безработица, драматическое падение доходов миллионов людей по всему миру. Пока еще эксперимент не завершен, он на живых людях ставится. Во-первых, это разрушает экономику, человеческие жизни. Следующий вопрос – дефицит еды и, собственно, волода. Богатые станут, может быть, чуть менее богатыми, средний класс немножечко станет поменьше, а вот бедные станут совсем бедными. Появились основания считать, что Россия вышла на плато. Это реально сделано, и это хорошо. Доброго времени суток. Это Николай Усков и Форбс Карантин. Сегодня поговорим с человеком, который знает про кризис все. Председатель правления Роснано Анатолий Борисович Чубайс. Многие сейчас сравнивают нынешнюю ситуацию с концом 80-х годов, с тем кризисом, самым страшным, которым мы занимались, профессиональная ваша команда. В чем вы видите специфику и глубину нынешнего кризиса? Ну, вы знаете, мне кажется, он совсем другой, и сам кризис совсем другой, и востребованные опыты, знания по тому, чтобы его преодолевать, тоже абсолютно другие. Для меня сравнение такое, ну, просто совсем черно-белое. Что такое, там, конец 80-х, 90-х, в котором нам пришлось работать? А в чем суть 90-х? Да, она очень просто. Во-первых, это восстановление российской государственности. В начале 90-х ее не существовало, не существовало работоспособного российского правительства, не существовало работоспособной исполнительной власти, не существовало законательной власти. Все это нужно было создать из ничего, начиная, собственно, с Конституции, и все это было за 90-е годы создано. Экономика. Очень похожая ситуация. Страна начинала с Госпланом, Госнабом, директивной ценой и тотальным дефицитом, а страна закончила 90-е с рыночной экономикой, свободной ценой, конвертируемым рублем экономическим ростом. Я не к тому, чтобы похвастаться, а к тому, чтобы характер задач тогда был задачами создания институтов. Вот все они вписываются в простую формулу. Не было – есть. Не было государства – есть государство. Не было рыночной экономики – есть рыночная экономика. Так вот, работа властей по созданию институтов очень сильно отличается, как мне кажется, от работы по использованию институтов для решения тех или иных проблем. Ну, например, что было у нас в повестке? В повестке был острейший вопрос дефицита еды и, собственно, голода. Я помню еще по питерскому своему опыту, Ленгельсполком, каждое заседание начиналось с доклада о том, что в городе осталось там мясо на двое суток, а хлеба на пятеро суток. Я уж не говорю там о табачном кризисе. Сегодня такого рода ситуации невозможны. Я уже вижу тут где-то прогнозы – голод, голод. Да не будет никакого голода в России. Будет тяжелейшая проблема иного рода, только голода не будет. Почему? Ну, потому что в стране есть рыночная экономика. Худшее, к чему она может привести, – это высокие цены. Но голод исключен абсолютно. Поэтому, надо прямо сказать, что наш опыт в 90-х, в моем понимании, в сегодняшнем кризисе совсем не востребован. Он про другое. Ну, а в чем специфика этого кризиса? Хорошо. Ну, у него сразу много совершенно особых черств, которыми не встречались страны. Я согласен с оценкой о том, что, скажем там, для мира в целом ближайший сопоставимый кризис – это Великое депрессие 29-33-го. Ничего за следующие сто лет сопоставимым с этим не произошло. Ну, во-первых, абсолютно, как бы это сказать, сплошной характер. Это Китай, Великобритания, Белоруссия, Россия, Азия, Америка, Африка, которую мы почти не слышим, кстати говоря, как-то меня тревожит эта тема, но совершенно ясно, что там ситуация будет уж точно никак не лучше. Понятно, что вряд ли будет хотя бы одна страна, которая помогла избежать масштабного воздействия кризиса. Это первая важнейшая особенность, каковой не было в прежние времена совсем. Вторая важнейшая особенность – это наложение нескольких вектов сразу. Коронавирус с абсолютно беспрецедентными мерами по карантину, с которыми человечество не сталкивалось, даже в период последнего массовой пандемии под названием «Испанка», когда там по 30 миллионов погибших было, но такого масштаба мер по карантину человечество не принимало. А с другой стороны, ну, конечно же, нефтяной шок. И это такой идеальный шторм соединения совершенно разных процессов, которые в итоге дают синергии, еще более усиливающие каждый из них. Если бы был просто нефтяной шок, ну, тогда экспортерам было бы плохо, импортерам – хорошо. Но нет, ситуация не такая. Сейчас всех трясет, и трясет очень сильно. В этом смысле кризис беспрецедентен, если вообще его сравнивать. А если сопоставлять его, например, с последним на нашей памяти 2008 года, там вся природа явления была финансовая. Многие сейчас критикуют правительство за выбранную стратегию борьбы с кризисом. Ссылаются, в частности, например, Швеции и даже Белоруссии. Дескать, те ограничения, которые избраны, само лекарство страшнее эпидемии по многим причинам. Во-первых, это разрушает экономику, человеческие жизни, приводит к инфляции, приведет нас к инфляции, вероятнее всего. А во-вторых, это противодействует выработке коллективного иммунитета, откладывает выработку коллективного иммунитета на совершенно неопределенный срок. То есть мы можем ожидать несколько новых вул, вирус из-за того, что люди просто не переболели этой болезнью, которой, видимо, нужно переболеть. Как вы относитесь к этим критическим замечаниям? Не стоило ли действительно присмотреться к опыту Швеции и поступать как-то по-другому? Действительно, объективно глядя на вещи, появилось две страны ковид-диссидента. При том, что их сочетание довольно, я бы сказал, мягко неожиданно Швеция и Белоруссия. В этом смысле нужно сразу же снять какие-то идеологические оценки. Дело явно не в этом. Но прежде чем делать выводы, я бы посмотрел повнимателее на статистику. Ну, Белоруссию отложим, а вот по Швеции я внимательно следую за тем, что там происходит. На мой взгляд, простейшая статистика, вот она сейчас передо мной, говорит о том, что вообще очень рано делать вывод. Почему? По трем причинам. Ну, во-первых, начнем с того, что в Швеции подсоставлен вчерашний вечер. Да, кстати говоря, все, что измеряется, если всерьез как-то это сопоставляет, ну, конечно же, нужно отнормировать. И, конечно же, нужно брать на миллион людей, на миллион населения, иначе это бессмысленное сравнение. Очень часто, к сожалению, нас мелькают страновые без нормирования. Это нелепость. Так вот, если взять по данным отнормированных на миллион жителей, то на вчерашний день в Швеции и уровень смертности, и уровень заболеваемости выше, чем в Испании, Италии, Великобритании и Соединенных Штатах. Уже стал выше. Это суточное заболевание. Это первое. Второе. При этом нужно иметь в виду, что Испания, Италия, очевидно, идут вниз. Это просто видно неуженным глазом. А Швеция находится на плато. И это означает, что она продолжает настигать, как бы догонять по смертности совокупной тех, кого вирус зацепил больше всего. Это второе. Ну и, наконец, третий немаловажный фактор. Дело в том, что Швеция на этом плато находится уже полтора месяца. Испания, Италия и Франция находились на плато по три недели. Я, конечно, не специалист. Это мы правильно, безусловно говоря, с профессионалами, с вирусологами. Но я не исключаю того, что есть внутренняя связь длительности нахождения на плато и характера карантинных мер. В этом смысле Швецию ругать не за что. Хотя ее сейчас ругают и Финляндия, и Норвегия, и Дания, и Скандинавы на нее рушились. Но и хвалить тоже ее пока не за что. В этом смысле покающий эксперимент не завершен. Он на живых людях ставится. Давайте подождем делать выводы, прежде чем резкие оценки осуществлять. А самое главное состоит в том, что главный аргумент вы назвали. Вот в этих странах, которые пошли по пути более жестких карантинных мер, в итоге будет дольше набираться объем антитела или объем способности противостояния в целом населения вирусов. Это главный аргумент, который все повторяют. Но, ребят, так он будет набираться дольше. Только это же означает, что мы не попали вот в этот страшный пик, когда он быстро набирается. Имея в виду, что в этом страшном пике на середине его любая страна попадает в предел пропускных способностей. Всей системы, начиная с скорой помощью медицины и кончаем органы. И даже мы не попали в него, так и слава богу. Но мы же не хотим ситуации, когда в Мадриде на катке трупы складывали. Значит, в этом смысле этой катастрофической ситуации удалось избежать. И, мне кажется, как раз в значительной степени, благодаря этому, было два базовых решения. Первое решение. Мэр Москвы Сергей Забиадин первым ходил. Я просто видел это, в том числе по коридорам власти. И некоторые, значит, так как-то, мягко говоря, скептически слушают, чего он говорит. А он говорил, ребята, это очень серьезно, совсем серьезно. Нужно немедленно начинать действие. И второе решение, решение Михаила Мишустина о закрытии границы с Китаем. Которое тоже было на стадии, когда все очень как-то скептически к этому относились. Ну, ладно, чего ж там границы закрывать. Но мне кажется, что эти два исходных реакции, московская и российская, оказались адекватными. Мое ощущение, что нам идти исходно по пути в Швеции, мы бы получили сейчас тысячи погибших. Это страшная история. Такую цену платить, ну, конечно же, нельзя. Еще раз повторяю, все выводы, наверное, делать нужно специалистам попозже. Но на исходном взгляде, вот моем, непрофессиональном, я не могу согласиться вот с тем подходом, который вы, Николай, в вашем вопросе описали. Бизнес-сообщество России довольно бурно критикует правительство за недостаточность мер поддержки бизнеса. Действительно, когда мы сравниваем эти меры с принятыми в других странах, они выглядят не всегда убедительно. Речь идет, конечно, о масштабном ударе по среднему и малому бизнесу, в которых занято примерно 40 миллионов человек, по разным оценкам. И, может быть, больше, может быть, меньше. Ну, это понятно, что это значительная часть населения России, которая либо работает постоянно, либо работает, подрабатывает в этих бизнесах. И сегодня они фактически остались на улице или почти без средств существования. Как вы считаете, достаточны ли меры господдержки и что нужно было бы сделать, чтобы улучшить ситуацию этих людей? Мне кажется, цифры немножко завышены, там меньше 40, там около 30, но дело не в этом. Значит, с чем точно можно согласиться, что у нас первый самый тяжелый удар пришелся по малому бизнесу. Удар был беспрецедентно жестким. Такой жесткости удары малый бизнес страны, ну, собственно, со своего рождения, пожалуй, что не получал. И это, конечно, страшные силы трагедии и для собственников малого бизнеса, и для занятых в малом бизнесе. Теперь смотрим на реакцию правительства. Значит, во-первых, она не завершилась, как мы знаем, она продолжается. Совсем недавно был объявлен важный пакет мер, которым правительство с уровня юрлиц перешло на уровень физлиц. И это важная штука. Если посмотреть на совокупность того, что предложено на сегодня, и малому бизнесу, и в целом пострадавшим отраслям, и физическим лицам, мне кажется, что надо еще добавлять, мне кажется, что ресурсы есть, но мне не кажется, что принято решение катастрофически неправильное или неадекватное. И другое кажется, на мой взгляд, наверное, можно было более динамично их разворачивать. Но это легко сказать. Понимаете, надо понимать, что кризис такого рода тяжело людям, тяжело бизнесу. Производство тоже тяжело. Я уж не говорю о том, что они сидят там по 18 часов, без выходных. Но ты, когда на тебя обрушивается эта история, это вот называется, у тебя, если на кухне взорвалась граната, тебе трудно отделить это от ядерного взрыва. Ты не понимаешь масштаб события, не понимаешь длительность его. И на тебя, естественно, со всех сторон обрушиваются требования. Мы тонем, мы погибаем, немедленно дай денег. В этом смысле что нельзя делать? Нельзя реагировать на тех, кто громче всех кричит. Потому что все кричат. Нужно спокойно, жестко выбрать тех, кто на самом деле сильнее всего пострадал. Во-вторых, тебе нужно ресурсы распределить. Конечно, легко сказать, давайте сразу же все отдадим. А что произойдет, если кризис будет не месяца два, а если не два, а четыре, а если будет пять-шесть, а если за пятью-шестью последует вторая волна, о которой вы сами говорили. Это же не может не видеть правительство, не может не реагировать на это. Повторю еще раз, наверное, можно критиковать за скорость разворачивания реакции. Потому что значительная часть малого бизнеса, по крайней мере торговля, я это хорошо знаю, приняла решение о закрытии в течение пяти суток. Все, точка. И в этом смысле все дальнейшие меры, это уже не про них. Можно, наверное, было как-то это смягчить. Но тут хорошо со стороны советовать. Я, может быть, не знаю уж, человек ударенный тем, что, значит, очень много мне советовали и много критиковали в то время, когда я имел отношение к принятию решений. Я как-то чуть более осторожно отношусь к советам. Наверное, можно и покритиковать, но нужно и увидеть то, что сделано. Мне кажется, что по всей совокупности мер поддержки, которые на сегодня приняты, они хоть и не завершены еще. В целом мы идем так консервативно, жестко, но, как мне кажется, по-крупному адекватно. А что из этих мер вы считаете самым важным? Что является таким знаковым, что вот это было важно, это реально сделано и это хорошо? Есть какая-то конкретная мера? Да, есть. По сути дела, как мне кажется, ни в 2008 году, ни в 2014 году правительство не выходило с уровня поддержки юрлиц на уровень поддержки физлиц. Это же такая революция, но с точки зрения бюджета, с точки зрения технологии доведения средств. Всегда спасали крупные предприятия, средние предприятия. Или сейчас там малые спасали, может, не очень эффективно, но пытались. А последний пакет мер, я уже там запутался в цифрах, если я правильно видел, по-моему, 40 миллионов человек затронут. Ну, были вот эти вот призывы, которые стали просто таким политическим прессингом. Немеряно отдайте деньги всем с вертолета. Ну, естественно, конечно, все политики, которые хоть как-то, значит, считают себя публичными, вцепились в эту сладкую тему и с нее не съезжали просто все это время. Уже переходя прямо на крик. Я, как налогоплательщик, требую, отдайте мне мои деньги. Ну, правительство не поддалось на эту истерику. Я, кстати, за это вот только уважаю. Но, с другой стороны, оно пошло по пути вот к какому. Оно согласилось с тем, что действительно нужно выходить на уровень физических лиц. Ну, что такое семья с детьми? Ну, это, как правило, и есть наименее обеспеченные семьи, наименее доходные семьи. Что такое дополнительное увеличение размера пособия на детей? Это в эту сторону ровно, да? И там же проблема в том, что мы по-настоящему не умеем измерять душевой доход. Вот в чем главная проблема. Если вы умеете измерять душевой доход, ну, отдайте его всем бедным. Но этого ведь сделать нельзя. Потому что зарплата одно, а доход душевой – это другое. Во-первых. Во-вторых, тебе нельзя придумывать новые механизмы. Ты должен воспользоваться тем составом инструментов, который уже действует. Есть детское пособие, есть порядок, процедуры, схема доведения, размеры. Не выдумывай новое в кризис. Ты запутаешься, утонешь в стране масштаба России. В этом смысле, мне кажется, что правительство КГС выбрало те инструменты, которые работают. И по этим инструментам пошло, в общем, довольно серьезные добавки. Хотя, конечно, оно по-прежнему действует консервативно. И видно, что там у кого-то из крупного начальства, очевидно совершенно, в голове мысль о том, что ФНБ – дело хорошее. То давайте мы сейчас не сразу все эти карты выдадим. Нам после кризиса надо будет еще как-то жить с чем-то. Ваш прогноз по развитию ситуации с вирусом, когда все это закончится? Когда спадет эпидемия, пройдет вторая волна или когда кончится еда? Ну, я уже сказал о том, что еда, на мой взгляд, не кончится, этого не произойдет. Насчет второй волны вот я совсем это не понимаю. Я тут никакой не специалист, нужно говорить с профессионалами. А насчет трендов вот нынешних, я их стараюсь внимательно отслеживать. И даже построил такую доморощенную немножко систему прогнозов, которая показывает следующее. Кажется, вот буквально несколько дней, несколько дней появились основания считать, что Россия вышла на плато. Вот нужно три раза сказать слово «кажется», потому что может картинка измениться. Если это так, если это подтвердится в течение следующих 5-7 суток, это означает, что дальше длительность плато, как было сказано, от трех недель до, в шведском случае, полутора месяцев, тяжелое плато. Да, давайте возьмем там месяц. И давайте предположим, что мы действительно на этом самом плато находимся. Это означает, что в целом по стране, где-то примерно к середине июня, мы с плато начнем спускаться вниз. Вот тогда, мне кажется, и можно по-настоящему, поэтапно все равно снимать меры карантинные. И тогда, наконец-то, как-то выйдем на улицу и на солнышко посмотрим. Массовая безработица, драматическое падение доходов миллионов людей по всему миру, я говорю. Вероятная инфляция масштабная из-за мер господдержки и рост государственных долгов. Все это уже очевидные последствия кризиса. Как мир будет с этим бороться, как вы считаете? Я согласен с тем, что один из самых тяжелых ударов – это удар по уровню жизни в мире в целом. И безработица, значит, понятно, что масштаб этого удара будет таким, с которым просто странно не сталкивались. Вон Трамп, значит, непрерывно каждый день рассказывал, что у него самый рекордный низкий уровень безработицы за последние 70 лет. Ну и, как всегда бывает, значит, получил от судьбы удар встречный. Сегодня выходит на один из самых высоких уровней безработицы. И непонятно, значит, с чем он пройдет, выборы на Явлевске. Кстати, политические последствия во многих странах будут в этих событиях. Но бог становится политикой, смотрим про людей. Это, конечно же, ударит миллионы людей. Миллионы людей окажутся с тяжелым снижением уровня жизни. Особенно болезненно это, конечно же, для наименее защищенных, для самых бедных. Это как раз та категория, которая живет без сбережений, без запасов. И в этом смысле это очень такая тяжелая история. Как кто-то правильно сказал, не помню уже кто, богатые станут, может быть, чуть менее богатыми. Средний класс немножечко станет поменьше. А вот бедные станут совсем бедными. И это самая тяжелая часть всей истории. Поэтому в этом смысле для мира в целом удар будет очень тяжелым и очень серьезным. С политическими последствиями точно, дай бог, чтобы без потрясений такого, знаете, революционного характера. Мы, конечно же, не в стороне от всего этого. Хотя по каждому из этих процессов у нас есть своя специфика. Многое из того, что вот сейчас я называл, в России так, а многое совсем не так. Ну а как вы видите развитие ситуации в России? Что нужно изменить в краткосрочной, среднесрочной, долгосрочной перспективе, чтобы минимизировать ущерб, нанесенный кризисом? Ну вот очень хорошо разбили вопрос на три части, потому что все эти три части, краткосрочная, среднесрочная, долгосрочная, как мне кажется, это вообще разные истории совсем. Вот есть немедленная реакция. У тебя есть шесть месяцев, и ты должен ответить на один вопрос. Кого спасать и как спасать? Точка. Все остальное бессмысленно. Собственно, то сейчас правительство ровно этим и занимается. Мы это с вами уже и обсуждали. Достаточно-недостаточно, достаточно быстро, недостаточно быстро. Больше физлица, больше юрлица, а ты вот ипотеку поддержал, поддержав ипотеку, ты достаточное количество рабочих мест сохранишь за счет этого, и тогда у тебя эта индустрия строительная выпадает из потенциального кризиса, или недостаточно, ну и так далее. Там много сложнейших цепочек, которые надо изучить. Да не изучить, а понятие мгновенно отреагировать. Это история, кого спасать? Полгода. Она так или иначе, ну в общем, уже горизонт близится, и она, видимо, завершается. Дальше у тебя начинается второе вопрос, совершенно другого свойства. Как выходить? Как выходить? Полтора-два года – это диапазон, которым нужна совсем другая политика. И здесь есть самые разные варианты. Ну, уже понятно, что в 2020 году мы получим, ну, при хорошей погоде, минус 5% ВВП. Вопрос, а мы в 2021 году получим плюс 5, чтобы хотя бы в 2022 восстановить уровень жизни 2019-го? Не очевидно. И это сильно зависит от характера политики, которая будет избрана. Есть ли здесь в России инструменты, чтобы вот эта самая пресловутая история под названием В-образный, да, или О-образный, или дубль В-образный сценарий выбрать? Есть. И это очень важно. У России, благодаря 15 годам высоко профессиональной макроэкономической политики и конкретным людям, фамилия которых Худрин, фамилия которых Греф, фамилия которых Игнатьев, фамилия которых Набиулина, фамилия которых Силуанов, благодаря Шувалов, благодаря этим людям, у России очень устойчивая макроэкономическая ситуация. Я понимаю, что меня сейчас немедленно обвинят, значит, в подхлимаже по отношению к родному правительству, но профессионалы прекрасно знают, у России долг в Европе 14%, у Италии 100%, забыл уже 40%, по-моему, пол Европы за 100%, у России инфляция 4%. И, кстати говоря, проблемы роста цен по-настоящему в этом году у нас нет. Накопленная инфляция январь-апрель в России, она практически такая же, как была январь-апрель за прошлый год. ЦБ снижает ставку рефинансирования, неправильно делает, благодаря устойчивой макроэкономической ситуации. Бюджет у нас профицитный до последнего момента. У нас золотовалютная резерва за 500 миллиардов долларов. Это все позволяет тебе маневрировать. Это не та ситуация, с которой мы жили в январе 90-х, дай бог, памяти пятого года, когда объемы валютных резервов в стране оставалось на четверо суток продаж валюты на биржу. Четверо суток, на волоске прошли. Ничего подобного сейчас нет. Есть серьезный объем резервов, и вопрос в том, как грамотно их распределить. Мало того, что есть ФНБ, созданный Алексеем Кудрином. Помимо этого, есть возможность соимствования. При долге в 14% КВП, ну, конечно же, страна может идти на рынки. Уж, по крайней мере, на внутренние точно. И это правильно и разумно. Есть еще более спорные способы, не хочу в них уходить, но на сегодня ясно, что пока и ФНБ не до конца выбран, и, наверное, правильно, и пока еще и долговая часть. Только начал Минфин заходить в эту сторону. У России, как мне кажется, есть ясные ресурсы для того, чтобы выход из кризиса, полтора-два года, сделать минимально болезненным людей, и вот этот период по-настоящему тяжелой жизни сократить так, как можно сократить. Это про два года. А если про дальше, вообще другая жизнь, совершенно другой характер анализа, совершенно другие выводы. Ну, они, в общем, тоже довольно простые и очевидные. Ну, что произошло, собственно, где удар-то? Всем же ясно, нефтегаз, нефтегаз, что, собственно говоря, нас спасает. Мы с вами сейчас, я уже забыл, по скайпу, по зуму говорим, да, но мы же все пересели в эту самую инновационную экономику, которая стала, ну, просто частью нашей жизни. Вот я в таком объеме точно в зуме не общался, как за последние, значит, 2-3 недели. Что все это означает? Вы представьте себе, вот этот самый нефтегаз, который у нас сегодня, 20% ВВП, 40% бюджета, 60% экспорта. Ну, это становой хребет. Ну, мы получили не звоночек, а просто какой-то набатный колокол. Все, ребята, хорош это самое, рассказывать про слезание с нефтяной иглы. Это мы слышим уже 15 лет, как вы слезаете. Уже слезаете. Если не слезете, ну, вы в тупик едете. Вы едете в тупик не в диапазоне год, не в диапазоне 3 года, но в долгую. Посмотрите на любые прогнозы цен нефти. Даже самые большие оптимисты сколько там говорят? 40. Чудесно. У нас в этом году бюджет рассчитан на 42,5. Ну, все уже невозможно в такой степени подвергать страну стратегическому риску из-за этой структуры экономики. Этот технологический уклад устаревает. Это факт. Есть эта вот известная ковбойская поговорка. Если, может, сдохлость, мне нужно связать. Значит, это не означает, что нужно закрывать западно-сибирское нефтяное месторождение. Нет, это не означает это. Но про стратегию, ну, конечно же, нужно для себя это решение принять. Чем раньше мы начнем сворачиваться с этого пути, тем в большей степени мы снимем со страны стратегические риски государственного масштаба. А что, если не нефть? Вы часто говорите про разворот к инновациям. Что бы это значило? Да, вот как вы это видите? Я считаю, что это большущая, серьезнейшая работа, в которую страна вошла лет 10 назад. И кое-что сделано сегодня. Все-таки слово «венчур» не вызывает немедленного расстрела на месте. Значит, слово «инновация» звучит. И даже иногда звучит слово «прямые инвестиции» и так далее, и так далее. Хотя бы слова мы уже изучили. Хотя бы институты развития у нас появились. Но, конечно же, в стране не стал по-серьезному масштабно востребованный инновационный бизнес быть ни государственной частью экономики, ни частной частью экономики. И это означает, что нужен просто такой второй заход в тему абсолютно стратегического свойства. Куда и как двигаться? Ну, это десяток направлений. Начнем с самого простого. Законодательство корпоративное прежде всего. Но у нас закон об ООО, как вот мы его написали 25 лет назад. Какой-то 95-й, да, 25 лет назад. Как написали его с двумя видами акций – обыкновенные и привилегированные. Ну, так он и живет. Потому что в мире, в инновационной экономике все десятки видов акций, гибко адаптирующиеся под запрос каждой группы акционеров. Мы живем вот в этом прошлом веке, потому что инновационная экономика это востребует, а мы в эту сторону не смотрели. Очевидно, что нужно серьезно апгрейд налогового кодекса. Очевидно совершенно, что нужно сильно, радикально усиливать венчурную индустрию и просто с нуля создавать заново индустрию прямых инвестиций. Без индустрии прямых инвестиций вообще не может быть никакой инновационной экономики. Это вот та индустрия, где инвестиция сочетается. И это можно сделать, но у нас сегодня она просто совсем находится на стадии зарождения. Вот я злобно посмотрел свежие цифры. Индустрия прямых инвестиций в России по сравнению с Мексикой. В Мексике в 10 раз больше, в Польше в 13 раз больше, в Китае в 23 раза больше, в Израиле в 60 раз больше, ну, Соединенные Штаты в 93 раза больше. Ну, в общем, это удельные цифры, я же убираю страновые размеры, я сравниваю долю правитэкоти бизнеса в ВВП. Ну, у нас просто нет опоры, это инвестиционные, это законы, это нормативная база, это подзаконные акты и так далее, и так далее. В эту сторону мы даже двигаться не начинали по-настоящему. Конечно же, нужно серьезно изменить цереполагание всей государственной системы контроля на задачу под названием защита частной собственности и защита предпринимательства, потому что это и создает инновации. Да, статистика. Сколько в стране стартапов? Мы не знаем. Никто не знает. Вот встретились с коллегами Аркадием Дворковичем Усколковым, Александром Повалковым из РВК, Дмитрием Песковым. Ребят, сколько стартапов? Неизвестно. Ни статистики, ни общих подходов не знает этого страна. Это абсолютно невозможно, недопустимо. Образование. У нас образование вообще на задачу под названием подготовка технологических предпринимателей в принципе не заточено. Образование заточено на а. знания, б. оно соединяется с наукой, что прекрасно. Научно-образовательные комплексы. А. в бизнес, а в технологии, а в промышленность, как третья голова вот у этого животного. Ну, это я совсем вам набрасываю, что называется, вещь. Но поверьте, что речь идет о сложнейшем комплексе мер, который, конечно же, прежде всего в экономической политике, но не только. Он и далеко выходит за пределы экономической политики. Это и есть настоящий приоритет инновационной экономики. Вы упомянули про налоговый кодекс. Вы за снижение налогов или за что? Нет, нет. У нас в стране до сих пор действует один из самых, с моей точки зрения, разумных по конструкции систем налогообложения, которые сочетают в себе достаточно низкий уровень налогообложения, как корпоративного, так и индивидуального, и при этом очень небольшое количество исключений. Это все разумно и правильно. Особенно на стадии, когда создавалась эта конструкция. Уже ее переделывали. Сначала в 92-м мы создавали одну конструкцию налоговую, потом, собственно, налоговый кодекс, родившийся в начале 2000-х, собственно, вот эти новые принципы и воспринял. Это прекрасно. А дальше, сейчас уже нужно думать о том, чтобы налоговая система, кроме классической функции, которая называется функция формирования бюджета, начала выполнять и функцию адресного воздействия на приоритетные индустрии, которые в стране определены. И в этом смысле, конечно же, если мы хотим, чтобы инновационная экономика стала приоритетом, то в налоговом кодексе придется много чего менять. Да, какие-то шаги есть, там добились, молодцы, айтишники, у себя снижение ЕСН. Сколько там у них, я забыл, уже 7, кажется, процентов. Ну, какая-то очень низкая старта. Ну, замечательно, это правильно. Но аргумент там главный был такой. Если вы нам не дадите, то наши все, значит, программеры уедут немедленно в Белоруссию или дальше силиконовую долину. Это был сильный аргумент, он сработал, правительство прислушивалось. Но это касается не только программистов. Это касается инновационной экономики в целом, которые сложнейшие инструменты управления. Вообще, управление инновационной экономикой по отношению к управлению традиционной экономикой, это порядково более сложная, диверсифицированная задача, требующая не лобового решения «дадим всем денег» или «снизим всем налог», а требующая очень сложного набора индивидуальных мер. Инновационная экономика в сфере фармацевтики и инновационная экономика в сфере наноэлектроники – это вообще две разные жизни совсем. Вот этим и надо заниматься, диверсифицировать, в том числе и инструмент под названием налоговое воздействие. А готова ли Россия интеллектуально к такому развороту? Потому что это требует нового качества государственной службы. Вы знаете, я считаю, что ответ скорее «да», чем «нет». Во-первых, это, конечно же, требует собственно наличия заделов технологических, заделов кадрового в стране. И в моем понимании они существуют. Во-вторых, на уровне государственной службы мне кажется, что потенциал к этому есть. В государственной службе не хватает одной важной вещи, в отсутствие которой очень часто главным вектором становится уровень профессионализма в способности избежать ответственности при принятии решения. Это вот хорошая история, но вот ровно это и не годится для инновационной экономики. В этом смысле для государственной службы, как мне кажется, для государственных чиновников, руководителей задача в формировании внятного приоритета. При том, что выставляя этот приоритет, бессмысленно обозначать приоритет, если ты не обозначил то, что не приоритет. Вот эти решения сегодня, мне кажется, назревшими. Ну и ясно, что сейчас пойдет, скажем, пересмотр национальных проектов. Но это неизбежно. Давайте назовем ее аккуратно оптимизацией. Но вот с моей точки зрения, скажем, два национальных проекта не только сокращать нельзя, усиливать нужно. Медицина и цифровая экономика. Это вот и есть то, опираясь на что, можно двигаться дальше в сторону инновационной экономики, о том я сейчас говорю. Поговорим немного о медицине. Понятно, что про вакцины сейчас говорить рано, наверное, про средства, лекарственные средства борьбы с вирусом тоже, что в разных странах разные стратегии лечения. Очень непонятный вопрос с системами тестирования. У вас есть какая-то своя позиция? То есть, грубо говоря, им не верят. Мы тут так смотрим, конечно, за этой проблемой. У меня ощущение в целом, что хорошо рванули сначала, как эта часть у нас бывает, но, видимо, не до конца провели соответствующие технические испытания. Я могу ошибаться, я не хочу критиковать коллег, но мне кажется, просто по сотням случаям, которых я вижу, в том числе у нас, в Роснана, ну, тесты хромают. Тесты хромают. Ложно-положительные, ложно-отрицательные. Переболел, а теста нету. Переболел, вылечился. Значит, все прекрасно. Через 2 недели снова заболел. С тестированием, мне кажется, явно есть системный какой-то изъян. Мы не в состоянии его проанализировать, в чем там проблемы у коллег, но мы в состоянии этим заниматься. Ровно поэтому мы большое внимание этой теме уделили, и мы, собственно, сегодня на финальной стадии выпуска двух тест-систем. Одна, то, что называется point of care, это система, которая, выездная на место, ну, например, в аэропорту, или на вокзале, или в других местах массового скопления, может за сжатое время, там, меньше 30 минут провести большое количество тестов прямо на месте. А другая, это другая химия, более современная и более точная для существующих ПЦР-лабораторий. Вот эти две системы у нас находятся на выходе. По одной, собственно, мы уже даже начали производить, но мы не можем пока никому ничего передавать, потому что мы ждем регистрационного наследования, надеясь, что на днях мы его получим, и перейдем в массовое производство. По второй, надеемся, что в июне мы выйдем на промышленное производство. А каков принцип действия этих систем? Каков принцип действия этих систем? Принцип действия, как я сказал, двух разных. У той системы, у которой химия, принцип действия такой. Речь идет о существующих ПЦР-лабораториях, то есть лабораториях, которые сегодня есть, которые осуществляют эту самую полимеразно-зывную реакцию. Мы не предлагаем строить новые, мы не предлагаем, значит, отказаться от них, мы предлагаем этим лабораториям другой набор химреагентов, который позволяет, а, существенно ускорить сам анализ, и, б, существенно повысить чувствительность анализ. Это вот в одной из двух наших систем. А во второй системе, речь идет, повторю еще раз, о таком компактном мобильном устройстве, не для ПЦР-лаборатории, устройство размером с компьютер, который чуть побольше такой ящичек, значит, который могут приобретать там, ну, например, компании, у которых там добыча там полезных скопаемых, или крупные предприятия, крупные заводы, или, как было сказано, вокзал или аэропорт, когда в одном месте скапливается большое количество людей, и там можно провести динамичный анализ примерно за 25-30 минут. Это другая система. В принципе, в целом, мне кажется, что спрос на тесты, он не исчезнет ни на плато, ни после плато, наверное, в размерах это будет колебаться, но тест – это такая штука, которую ты сегодня провел, завтра, не дай бог, на тебя чихнул кто-нибудь, и тебе нужно опять разбираться с этим. Поэтому ясно, что с тестом такое слабое звено в целом во всей этой сложнейшей системе поставок оборудования, начиная от ИОЛ, с которыми там целая трагедия, как вы знаете. Значит, до индивидуальной защиты. Вот тест – явно слабое звено, и тест – это хай-тековская часть. И мы закупаем эти тесты для того, чтобы дальше бесплатно, естественно, просто раздать тем, кто нуждается в этом больше всего. А Роснана планирует увеличить инвестиции в медицинские разработки, в средства борьбы с вирусами? Чтобы мы понимали, как бы соотносили цели и средства. Вот прошло сообщение недавно о том, что Евросоюз начал формирование специального проекта, целью которого является разработка препарата от коронавируса-19. Объем средств, которые Евросоюз хочет на это собрать – 7,5 миллиардов евро. В этом смысле пытаться их перегнать – несмысленно. У нас таких масштабов нет и вряд ли могут быть. Другое дело, что мы точно работаем над тем, как использовать существующие у нас на разных стадиях заделы препараты, в том числе находящиеся на первой фазе клинических испытаний, использовать их для того, чтобы с их помощью лечить коронавирус. Но вот прямой, целевой задачей – давайте сделаем лекарство от коронавируса – мы не собираемся решать. Она не нашего масштаба задачи. А вот десятки сопутствующих задач – мы решаем. Например, может быть, такая специальная вещь, но мне кажется, очень важная. Нам выясняется, что в тяжелых случаях, когда уже ИВЛ, и когда люди между жизнью и смертью, значительная часть смертельных исходов связана с свертываемостью крови и тромбообразованием, в том числе в капиллярах. Об этом многие говорят, как патологи Анады, рассказывают ужас, ужас всякий. Как с этим быть? Чтобы с этим быть, тебе нужно в онлайне, в непрерывном режиме отслеживать и видеть, что происходит с геменостатом, что происходит со способностью крови к сворачиванию. Вот ровно по этому поводу у нас есть серьезный задел. У нас есть уникальный прибор российский, который ровно эту задачу и решает. Мы вместе с учеными обратились к Татьяне Голиковой, которая помогла нам немедленно организовать клинические испытания. Мы ее профинансировали, сейчас она на завершающей стадии. Очень надеемся, что она подтвердит этот результат. Это означает, что вот здесь вот совсем хай-тековская часть для тяжелых больных отслеживать склонность к свертыванию крови и адекватными способами на нее воздействовать. Это вещь, которая, ну вот, прямо, ну, это человеческие жизни. Это вот наша тема. Туда мы хотели бы включиться. Можно в заключение задать вам несколько легкомысленных вопросов. В самоизоляции наверняка у вас появилось гораздо больше времени для книг и фильмов. Что вы посоветуете посмотреть и почитать? У меня история такая. У меня сначала появилось много времени, действительно. Я очень оборудовался на дороге, экономишь и так далее. А постепенно, постепенно как-то оказывается, что все очень плотно забито. И еще и в итоге трудно отделить рабочую часть от нерабочей. Ну, посоветовать я не знаю. Я могу сказать, что я сейчас читаю вот две-три книги, которые я прочел за последнее время. Я нашел совершенно потрясающее воспоминание. Такая есть Тыркова Вильямс, журналистка начала 20 века, которая в гимназии, у нее было три подружки. Одна подружка вышла замуж за Тулан Барановского, это один из первых русских марксистов. Вторая вышла замуж за Петра Острова, это вообще один из величайших деятелей русской истории. А третью подружку звали Надежда Групская, она вышла за Владимировича Ленина. Значит, и сама Тыркова Вильямс с великолепным языком, прекрасным журналистским опытом, очень красочно, выпукло и без каких-то лишних эмоций, по делу описывают атмосферу рождения либерализма в России. Откуда взялся русский либерализм? Что такое кадеты? Что такое освобождение? Величайшая структура, созданная Петром Стругу, которая, собственно говоря, породила русскую конституцию, изменение государственного устройства в России, переход ее из абсолютистской монархии, абсолютно устуревшего способа государственного устройства, в конституционную монархию. Причем практически бескровный переход до 17 октября, никаких кровавых событий не было 5-го года. Это очень интересное для меня издание, тем более, что параллельно с этим я читаю более профессиональную историческую литературу об этом же времени, и о том, что делал Струго, и о том, что делал Столыпин. Для меня это крайне интересное чтение. А фильмы? У вас отчасти кинематографическая семья, поэтому я спрашиваю наверняка. У меня тесть Андрей Сергеевич Мирнов, известный режиссер, автор фильма «Белорусский вокзал», он в порядке заработка снялся в фильме под названием «Динозавр». «Динозавр». Это такой многосерийный, очень легкомысленный сериал, который настолько примитивный, что даже смешной по этому поводу. А поскольку там все-таки Андрей Сергеевич, нам интересно посмотреть, как он говорит, матерого бандита, который своими руками душит одного за другим, значит, преступников разных. Но это так уже совсем в порядке развлечения, что называется. Есть какое-то место, куда бы вы первым делом поехали, когда отменят все ограничения? Да, есть. У меня почти сорвалась очень важная ганз-экспедиция. Мы же любители этих экстремальных поездок по бездорожью в дикие регионы России. Вот у меня один из самых любимых регионов в стране, кроме Якутии, это Камчатка. И мы придумали совершенно фантастический маршрут экспедиции на север Камчатки, туда, где совсем невозможно попасть и проехать. Северная Карякия, очень богатейший, фантастический совершенно регион по природе. Я Камчатку хорошо знаю, много раз там бывал, а вот на севере не бывал. Я очень надеюсь, что у нас не сорвется эта экспедиция, мы с друзьями все-таки окажемся там. Тем более, что у нас есть совершенно фантастический российский вездеход «Шерп», который показывает какую-то немыслимую проходимость для любых болот, любых условий, хоть снег, хоть вода, хоть грязь, хоть болото. Мы очень надеемся на наших вездеходов туда съездить. Спасибо, Анатолий Борисович. Я желаю вам осуществить эту мечту и будьте здоровы. Спасибо. Спасибо. Всего наилучшего. Это был «Форбс Карантин». Не болейте и подписывайтесь на наш канал на YouTube. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok